Добрый день, уважаемые инвесторы и трейдеры, с вами Роман Манимир. Сегодня я расскажу про очень интересную криптобиржу, которая чем-то схожа с той деятельностью, которым мы занимаемся. Я уже не раз говорил, что я создаю и работаю над финансовым супермаркетом, Манимир он называется, где есть все продукты и все активы финансовых рынков в одном месте. И у меня данная биржа BINGX очень заинтересовала тем, что она схожа в том, что здесь можно в одном месте полностью иметь доступ к всем активам, которые есть на планете Земля. Поэтому давайте более детально рассмотрим, что здесь можно, какие преимущества, например, над Binance, на Bybit, на BillGet и что это не просто криптобиржа. Это такой, так называемый marketplace, реально супермаркет активов, потому что обычно на криптобиржах есть только крипто. Здесь вы увидите, что это не так. Давайте начнем вот такой функциональчик. Ну, в принципе, здесь сейчас конец 23-го года я записываю. То есть, понятно, это можете посмотреть. Посмотрим, после регистрации вы попадаете в такой интересный интерфейс. Значит, что здесь можно купить? Крипту можно купить через карту, можно P2P, можно банковский депозит. Ну, в основном, я знаю, заводят образно тем же HDT, либо там биткоином, или какими-то топовыми альткоинами. Поэтому принимайте сами. То есть, можно быстрой покупкой, но тут вопрос, какой курс, какой страны. Если это вам выгодно, пожалуйста, да. То есть, ну, скажем так, по картам мне не очень понравилось. P2P, да, это более интересно. Значит, пожалуйста, здесь практически все инструменты, как вы можете поменять, какую валюту, ну, то есть, и завестись. Поэтому останавливаться здесь не буду. Если не хотите ни P2P, ни картами, то, пожалуйста, заводите HDT, будьте счастливы, да. То есть, минимальные комиссии. Так, что давайте дальше пойдем. Спот ничем практически не отличается. То есть, спотовая торговля, YSL, очень хороший интерфейс, приятный на глаз. Сейчас посмотрим. В принципе, большой разницы в этом именно нет. То есть, здесь мы сейчас пока преимущество еще не увидели. То есть, вы можете, да, вот выбрать спот, значит, купить, продать по рынку, либо лимитным ордером. То есть, в принципе, все очень просто. Пожалуйста, да. То есть, выбираете инструмент себе, вот в данном случае тут биткоин. Вы можете выбрать абсолютно любой инструмент. И здесь мы сейчас пойдем по некоторым преимуществам, но чуть позже, по которым нету ни на одной криптобирже. Я пока этого не увидел. Значит, то есть, по споту, я думаю, все понятно. Опускаетесь, купить, продать. Вот рыночный, это по рынку, лимитный, это отложенные ордера. Пожалуйста, выставляете, то есть, работаете. Проблем здесь нет. Дальше давайте смотреть в чем-нибудь. А теперь плюшки начинаются. Это касательно фьючерсов, копитрейда, сеточной торговли. То, чего я не увидел ни на одной крупной криптобирже. Давайте начнем с фьючерса. Когда мы нажимаем стандартный фьючерс, здесь есть стандартный, есть бессрочный. Стандартный это больше для новичков, бессрочный это более для профессионалов, потому они бессрочные, не экспирируются, так называемые. Огромнейший плюс МТ5 платформа Форекс. Ни на одной криптобирже я не увидел. Метатрейдер 5, ну, вообще Форекс торговлю. Значит, и давайте здесь начнем более детально. Смотрите, фьючерс берем стандартный, что у нас здесь есть. Значит, стандартные фьючерсы. И вот что интересно, ну, вы можете либо через фьючерс здесь найти, видите, акции, Форекс, индексы, Супи 500, да, австралийский, немецкий DAX, британский FTC, Hansen, Гонконг, да, Nikkei, Russell 2000, Dow Jones, Africa 40, то есть фондовый рынок. По-простому, фондовые индексы есть на криптобирже. Я уже не раз говорил, что идет глобализация, идет, ну, скажем, такое, все идет, что со временем будет все в одном месте. И вот, по крайней мере, BingX или BingX, я не знаю, реализовал первый, как по мне, такой огромный супермаркет активов в одном месте. Так, товары, товарно-сырьевые рынки, нефть, газ, мазут, посмотрите, что тут только есть, бензин, хлопок, платина, алюминий. И самое интересное, вот для того же продукта Клуб Миллионеров, который у меня работает, это очень классно, потому что я там даю с маленькими плечами именно инвестиционные сделки на, и на товары, и на крипту, и на акции, и на валюты. И вот как реализовать это, ну, вот в одной точке, или хотя бы несколько иметь биржи или брокеров, вот это была задача. Сейчас она частично решается с помощью, в том числе, данной криптобиржи. Поэтому это очень классно, когда есть такая возможность. А не бегать, открывать под каждый, да, под каждый актив себе какого-то брокера, либо биржу. Значит, еще раз, индексы, форекс, акции, то есть видите, Intel, Bank of America, AMD, Coca-Cola. То есть, а так, в основном, нам нужно было открывать фондового брокера, там, образно, там, Interactive Broker, Exante, Freedom Finance, и туда заводить банковским переводом, свифтом, а картой нельзя, а USDT нельзя, регуляция, и вот вам решение. Поэтому юзайте, пробуйте, я думаю, что будет вам счастье, да. Вот. Так, это несомненное преимущество, которое я обратил внимание, именно, то есть, вы возьмете те криптобиржи, которые вы, наверное, привыкли, это Bybit, Binance, Hobby, Max, BitGet, там такого и близко нет. Так, это я показал, MT5 показал, информация понятна о рынке. Значит, поняли, стандартные фьючерсы, именно в стандартных фьючерсах есть все рынки, даже искусственный интеллект, если я посмотрел, ну, вообще, конечно, разрывается, вот, вот, ну, искусственный интеллект, то есть, он предвидит, скажем, активы. Интересно. Будем, ну, будем юзать более детально в следующих видео, сегодня у меня больше такой обзор и преимущества, вообще, зачем использовать данную криптобиржу. Так, копи-трейдинг. Ну, в принципе, не скажу там, про другие криптобиржи, но не во всех есть копи-трейдинг, пожалуйста, то есть, вы, если вы трейдер, либо вы инвестор, вы можете зайти, посмотреть рейтинг, как торгует человек, присоединиться к нему, ну, в принципе, очень удобно. Опять же, говорю, что это не только криптобиржа, это, по сути, такой маркетплейс, это где трейдер может торговать любым инструментом. Это круто. Вот, круто. Что еще здесь я покажу? Плюс это сеточная торговля. Это просто, ну, почему? Потому что есть люди, которые работают там со стопами всегда, есть люди, которые выбрасывают сетку. И вот здесь вы можете и фьючерсную, и спотовую сетку задать путем использования какого-то актива, то есть, вы заходите, подтверждаете, выбираете актив, выставляете, видите, то есть, целевой диапазон, очень круто, то есть, это, по сути, готовая такая стратегия, скажем, такая автоматизированная, где вы можете набросить сетку, если вы там уверены набрать биткоин, например, какое-то количество биткоинов, либо какой-то, ну, какой-то альткоин, вы можете использовать с помощью сетки, а не сами, да, руками бегать, постоянно вот это думать. То есть, в этом, ну, единственное, что нужно понимать, что есть фьючерсная сетка, есть спотовая сетка. Ну, например, спотовая сетка более интересна, поэтому более детально, вот, спот-сетка Infinity, я тоже ее, когда разберусь, я вам дам больше информации. То есть, еще раз говорю, для меня данная криптобиржа, она решает много вопросов по реализации моего финансового супермаркета Манимир. Потому что у меня есть готовые продукты, как скальптрейд, клуб миллионеров, да, инвестиционные идеи, там, краткосрочные, среднесрочные, да, автоматизация торговли, вот, и как это все сделать в одном месте, это, ну, постоянно будоражит меня это. Я более чем уверен, что и данные криптобиржи, и брокеры будут дальше глобализироваться и помогать, ну, как-то иметь одну-две точки, да, то есть, где все это есть, а не открывать по 10 организаций, платформ, да, и бегать одна с другой. Ну, не очень удобно, я думаю, понимаете, о чем я говорю. Значит, что, так, в офисном сказал, МТ-5 рассказал, пополнение все тут стандартно, вот. Вот, поэтому еще раз вернусь к главным таким преимуществам, это то, что здесь есть все рынки абсолютно, практически все рынки в одном месте. Здесь не нужна верификация, это очень круто, ну, опять же, кто не хочет светиться, QIC, так называемый, до 50 тысяч долларов в день вы можете смело, спокойно выводить, и вас никто дергать не будет. Лояльное отношение к клиентам страны СНГ, достаточно оперативная поддержка, хорошие курсы, комиссии я посмотрел вполне даже, как по мне, ниже и Bybit, и Binance, поэтому здесь все, в принципе, достаточно информативно, то есть визуально движок такой, ну, в принципе, похожий, как и другие криптобиржи внешние, ну, вот даже на глаз, да, достаточно приятный интерфейс, когда открываешь, все аккуратненько, ничего не поломано, ну, то есть, знаете, открываешь на телефоне, непонятно, где график, да, непонятно, где вот эти, так называемые, навигаторы, навигации, вот этого всего. Поэтому, еще раз говорю, что и копитрейдинг, и сеточная такая торговля, и искусственный интеллект, и стандартные фьючерсы, это фишка данной криптобиржи, вот. Поэтому она сейчас завоевывает, как по мне, очень доминирующее положение, я посмотрел у многих даже крупных инвесторов и трейдеров уже давно, кстати, есть Binance, не знаю, почему я ранее на нее не обратил внимания, вот, поэтому, ну, для меня однозначно это лучше, чем другие криптобиржи, потому что я здесь решаю практически все свои задачи, все мои клиенты также смогут и покупать тут и мазут, и газ, и пшеницу, и продавать ее, и покупать валюты, и продавать валюты, и акции, и криптовалюты, да, и опять же, какие-то, может быть, ETF-ы, и это все в одном месте, это крутяк, я думаю, это крутяк, и над этим мы максимально поработаем детально, чтобы у нас было всего лишь хотя бы несколько, там, один-два брокера, одна-две криптобиржи, и все. И мы акцентируем внимание уже на самом зарабатывании, да, денег, а не где, куда, где, какую площадку найти. Поэтому пользуйтесь, да, регистрируйтесь, ссылки все под описанием видео, как зарегистрируйтесь, очень просто, все элементарно, как email, телефон, там, да, ваш логин, пароль, имя, никнейм, и вперед, да, регистрируйтесь, QSC, еще раз говорю, не нужно, вводите, выводите, без проблем, я так понимаю, что тут и несколько аккаунтов можно иметь, то есть, по сути, что такое 50 тысяч долларов в день, это практически 300 тысяч долларов, 300 тысяч, что я говорю, 3 миллиона, да, так, полтора миллиона, да, за месяц, я думаю, с головой достаточно, да, чтобы без тоже QSC пользоваться данной криптобиржей. Более детально я буду в дальнейшем записывать какие-то, да, уже по каждому разделу, там, по покупке, по споту, по фьючерсам, по копитрейдингу, по сеточной торговле, по, там, искусственному интеллекту, все вот эти вещи я буду показывать, рассказывать, разжевывать с теми, ну, кто будет со мной работать. Так что всем спасибо, с вами был Роман Ванимир, надеюсь, данный краткий обзор вам был полезен, и вы поняли преимущество криптобиржи Binx. Всем хорошего дня и с наступающим, как говорится, Новым годом. Субтитры сделал DimaTorzok